Профессия предприниматель Профессия предприниматель Профессия предприниматель Профессия предприниматель Внимание, как профессия предприниматель. Или все-таки предприниматели не чувствуют себя в этой профессии. Об этом мы поговорим и начнем с Алексея Анатольевича Фурсина. Алексею Анатольевичу. Понятно, что 4 месяца вы практически не вылезали из мэрии. Было много хорошего, много не очень хорошего. Поэтому давайте так. На ваш взгляд, что получилось именно в плане помощи предпринимателям в Москве, а что не получилось? И как вы считаете, вот этот обратный фидбэк вам был понятен, что сегодня хотят предприниматели и чувствуют ли они себя комфортно и наравне с государством? Или все-таки что-то нам еще нужно, чтобы на равных общаться? Спасибо, Юлия. Вообще из мэрии уже не 4 месяца не вылезаю. Гораздо дольше. Но, знаете, мне очень приятно, что вообще сегодняшний форум открывается такой сессии, как профессия предпринимателя. Вообще, если честно, постоянно задумываюсь, это профессия или призвание? То есть можно ли родиться предпринимателем или можно научиться быть предпринимателем? Или это то и другое? Потому что все, что дальше мы будем говорить, это, наверное, строится вокруг этой фигуры. То есть как сделать, соответственно, того успешного предпринимателя, как ему помочь, как его воспитать. Если вообще представить себе, что думают люди о том, кто такой предприниматель, что это за образ такой обывательский. Ну, наверное, это, наверное, такой богатый человек. Если посмотреть на наши ряды, то есть это человек, который распоряжается своим временем, распоряжается своими ресурсами. Дает указания своим работникам и смотрит на счета, бухгалтерские счета, смотрит, как накапливаются доходы, доходы. Если так представить, то, наверное, это любой бизнесмен скажет, что совсем это не так, что это постоянный риск, это постоянные проблемы, проблемы, это куча обязательств перед партнерами, арендодателями, налоговой проверки. И чем дальше раскручивать историю, тем будет больше негатива вокруг этого образа предпринимателя, и как-то не хочется говорить уже про профессию предпринимателя. Но это первый урок, который как раз нужно для себя осознать, чтобы стать предпринимателем. Что да, это достаточно сложная работа, и действительно для этого требуется призвание, но это профессия, на которой надо учиться. И которой, соответственно, можно научить, наверное, попытаться научить 100 ребят, чтобы они умели рисовать. Но талантливых художников не появится 100 ребят. Точно так же и предпринимательству. Поэтому, когда мы формировали всегда нашу систему поддержки, и слышали, слушали предпринимателей, опрашивали, что вы спрашиваете, если взять год назад, может быть, два года назад, то основной акцент, который спрашивал предприниматель, то есть не монетарной поддержки, я не хотел бы получать какие-то бюджетные средства, потому что завтра мне придется отчитываться, отвечать за эти деньги. Дайте мне знания, дайте мне помощь, дайте мне контакты, дайте мне какие-то услуги. Но буквально три месяца назад концепция предпринимателя поменялась с точки зрения диалога с разными органами власти, с городскими, федеральными, то есть когда монетарная поддержка стала на первое место. И здесь, как казалось, следующая история, что одно дело оказать эту поддержку, другое это умение ее получить. И с чем столкнулись мы? То есть это мы тоже надо учиться, умение получить поддержку. Да, Юля, вы совершенно правы, то есть мы теперь, у нас есть, значит, что мы можем оказать, какую поддержку, а еще отдельные курсы, как получить эту поддержку. И это не ирония, это действительно так, потому что, то есть огромное количество сейчас идет запросов на различные субсидии, гранты, льготные кредиты, там, субсидирование различное. То есть и мы видим, качество вот этого запроса, оно, собственно говоря, не позволяет там оказать эту поддержку. И сейчас мы в большей степени тратим на то, чтобы подготовить как раз предпринимателя к получению этой поддержки. Она разная, действительно, то есть мы на сегодняшний день 14 различных субсидий, и это благодаря, опять-таки, диалогу с бизнесом, которого я начинал, то есть потому что невозможно предпринимателю создавать и продавать свой продукт, услугу, не зная рынка. Точно так же государство, пусть это слово может быть сейчас покоробит, продавать свою поддержку, нужно знать, соответственно, свой рынок, то есть нужно знать свой запрос, и, соответственно, как вот этот диалог позволил как раз выстроить то, чего, собственно, требовалось. Да, пришлось менять на ногах, на колесах, вот так прям бегом, то есть что-то корректировать. И вот на тот вопрос, который вы задали, что еще не хватает, наверное, не хватает вот этой консолидации как раз, которая позволит как бы максимально эффективно сделать ту поддержку, которую мы хотим оказать. То есть видеть, первое, в нас реальных партнеров, а не тот, кто с них чего-то спрашивает, значит, видеть в нас тех, кто готов протянуть эту руку, и мы готовы ее протягивать, но и тех, кто готов, собственно говоря, меняться постоянно, да, то есть там не меняться с точки зрения, там, организационно, юридически, значит, цифровое изменение, потому что это, как оказалось для всех для нас, одно из важнейших, одно из важнейших компонентов. У нас нет цифры, у нас мы не можем ничего сделать, да, то есть мы не можем выйти на рынок, мы не можем реализовать свою услугу, мы не можем даже оказать иногда поддержку, да, вот это тоже для нас для всех урок, и мне кажется, это должна быть одна из компонентов той вакцины, о которых я говорю. Спасибо большое. Переходим к главе деловой среды, образовательная площадка. Да, Виталий, ну, вы, собственно, с Алексеем Анатольевичем согласны, что умение взаимодействовать с государством и конкретными госкорпорациями, департаментами и так далее надо все-таки учиться, это действительно скилл. Видите ли такой запрос у предпринимателей и пользователей вашей площадки? Здравствуйте, да, Юля, спасибо за вопрос. Мне кажется, когда такие времена кризисные наступают, точно к этому никто не готов был, и в этот момент, допустим, та помощь, которую оказывало государство, этому действительно приходилось учиться. И это нормальная практика, и очень круто, что государство делает такие вещи, которые называются, допустим, курсы по получению помощи и господдержке, вот мы всячески поддерживаем, мы тоже нашим предпринимателям рассказывали, показывали, как можно получить государственную поддержку, как можно получить кредит по 2% либо по 0%, и мне кажется, это наша миссия, ну, то есть это точно связано с развитием предпринимательства. У меня такой вопрос, вот у нынешних предпринимателей вы заметили такой, собственно, момент, что они, в общем-то, тоже готовы меняться, тоже готовы чему-то учиться, потому что, в принципе, если просто так смотреть и читать новости, были те предприниматели, кто менялись, те, кто сказали, нет, мы вот сидим на земле, пускай власть сама до нас дойдет, а мы должны просто все получить, вот, каких больше, каких меньше. Вы знаете, может быть, на нас доходят только те, кто хотят учиться, но так как наш основной продукт – это платформа знаний и сервисов «Деловая среда», которую мы вместе с государством, собственно говоря, и создали в 2018 году, и мы почувствовали, ну, как бы, во-первых, всплеск и интерес, как только началась пандемия, во-вторых, мы пробовали новые форматы, и, например, мы запустили подписку и увидели, что люди, которые не хотят тратить время на то, чтобы искать информацию долго и сложно, плюс ко всему хотят сэкономить, они пользуются этим сервисом, пользуются подпиской и в 10 раз чаще возвращаются, обучаются и продолжают это делать сейчас. Вот, поэтому нам сложно ответить, ну, как бы, до нас не доходят, наверное, те, кто не хочет учиться и изменяться. Можно я добавлю, да? Сейчас, секундочку, я переформулирую вопрос, смотрите, Алексей Анатольевич совершенно верно сказал, что предприниматель – человек, который постоянно закрывает дыры, у него постоянно какие-то проблемы с кассовым разрывом, с налогами и так далее. Видите ли вы, собственно, запрос на сервисные услуги, то есть предприниматель, допустим, не сам обучается какому-то скиллу, а просто на вашей площадке находит человека, например, от HR, которому там быстро подберет освободившись количество кадров. Вот с этим 100% согласен, потому что, когда мы еще платформу запускали, у нас было глубинное исследование, и один из инсайтов, он был следующим, что предприниматель классическое образование неинтересно, он не хочет там 5 лет ходить в институт, изучать какую-то дисциплину сложную и фундаментальную, может быть, даже он именно поэтому предприниматель, что когда-то не захотел или не смог пойти в ВУЗ. И при этом ему нужно решить насущную проблему очень быстро и закрыть тот запрос, который у него сейчас в голове. Отсюда, собственно, и такая конструкция, то есть у нас на платформе есть не только знания, но и сервисы. И один из таких сервисов, наш собственный, это сервис регистрации бизнеса и дистанционное открытие счета. И вот во время пандемии мы увидели кратный рост, то есть наша доля рынка в России, если до пандемии она колебалась на уровне 8%, то во время пандемии мы выросли до 20% доли рынка в России по новым зарегистрированным бизнесам через наш сервис. Это говорит о том, что, ну, во-первых, там закрывались, конечно, в ФНС офлайн окна и людям просто невозможно было зарегистрировать новый бизнес, как бы не онлайн. И вот эта история, она как бы показала, что кроме регистрации бизнеса и сервисы, та же самая бухгалтерия, партнерские сервисы, они примерно в 2-3 раза выросли в востребованности у предпринимателей. Ну, действительно, динамик такая интересная. И, Резюмира, как Вы считаете, на какие скиллы в дальнейшем у предпринимателей в этот период пандемии и постпандемии будет запрос? Чему они будут хотеть учиться дальше и что им потребуется? Ну, мне кажется, это тоже очевидно. Все поняли, что без как бы альтернативного канала, который называется онлайн, или цифровой канал, или цифровая трансформация, очень сложно в такие кризисы бизнес удержать. Ну, и уж тем более нечего говорить про рост бизнеса, да. Поэтому основной запрос – это переход в онлайн, основной запрос – это цифровизация бизнеса и бизнес-процессов. И, естественно, на мой взгляд, здесь ключом может быть только партнерство, потому что собственная цифровизация – это очень сложный процесс, трудоемкий даже для крупных корпораций, это занимает годы. Для малого бизнеса, среднего бизнеса, скорее всего, это готовые решения, которые могут помогать переходить в онлайн быстрее. То есть подключил, допустим, курьерскую доставку, подключил какого-то партнера, который сделал тебе очень быстро сайт, ну и как бы прием платежей. Поэтому, мне кажется, здесь все в будущем за сервисами и за онлайном. Это основная потребность. Хорошо, спасибо большое. Переходим к вице-президенту торгово-промышленной палаты. Елена Николаевна Дыбова, я уже смотрю, ей точно есть что сказать. Ну что, Елена Николаевна, предприниматели все-таки сегодня чувствуют себя предпринимателями? И как вы считаете, и московскую, собственно, дадите оценку помощи власти, и региональную? Вы знаете, я хочу обратить внимание на несколько базовых точек. Смотрите, мы подошли к этой пандемии с приблизительным количеством наших предпринимателей 6 миллионов юридических лиц. При этом 95%, ну там 93 месяца от месяца меняется, это микробизнес. У нас среднее количество сотрудников, у наших предпринимателей 3 человека в компании. Поэтому, когда мы с вами говорим о предпринимательстве в нашем случае, нам нужно с вами понимать, что наш предприниматель, это не тот, кто банковские счета смотрит. Это тот, кто зачастую сам ведет бухгалтерию, сам набивает платежки. Когда начался кризис, мы что увидели? Мы увидели, что именно наши предприниматели, они пошли, они и так-то все время не над бизнесом работали, а в бизнесе. Они закрывали собой все те участки, которые работали плохо. И когда начался кризис, я вам могу сказать, мы это увидели, что все, кому можно было как-то расстаться, проститься и так далее, со всеми простились, сами вернулись к прилавкам, сами начали развозить продукцию. Вы знаете, я могу сказать, удивительный случай. У меня, допустим, я покупаю одежду российского производителя, один из производителей, который мне очень нравится. И первый раз заказала онлайн-доставку в вирус. И ко мне приехал сам директор. Я это узнала, знаете, почему? Потому что всем остальным всегда было все равно. А он, когда мне предложил, он привез мой размер, побольше, поменьше. То есть я поняла, что он заинтересован. Когда мы с ним разговаривали, он единственный, кто спросил, а вот что бы вы хотели, а как бы что надо поменять? У нас с ним в общей сложности, два часа мы с ним разговаривали. Я ему рассказывала, что в его бизнесе нужно поменять, для того, чтобы у него был вообще, пожали руки, теперь общаемся практически дружим. То есть он сам поехал, потому что для него было важно понять, как это работает, как это происходит и так далее. И вот когда я слушаю Алексея, вот посмотрите, это типичный подход. Правительство, государство выделяет помощь. Предприниматель должен научиться получить эту помощь. Мы этому вынуждены учиться. Государство партнер. Но у нас в 16-м году был один отчет в пенсионный фонд. Сейчас 26. Наш уровень партнерства растет просто в геометрической прогрессии. За каждым вообще шагом мы должны прийти. Это не происходит так, что государство говорит, слушайте, вот мы цифровая платформа, мы вместо вас все сделаем. Вы только деньги зарабатываете. Мы вам поможем, посчитаем, сделаем и так далее. Кстати, эта попытка сейчас у самозанятых. Когда наконец-то поняли, что вот давайте мы даже налог рассчитаем, пришлем, вы только заплатите. Как бы идеальная схема, но она не имеет отношения к бизнесу. Во всем остальном, к сожалению, запросы, требования к предпринимателям, они возрастают в геометрической прогрессии и не дают возможности заниматься бизнесом. Каждые проверки, мы на гильотине этой, умерли все, понимаете, пытаясь отсечь все, что требуют наши разные проверяющие органы. Вы думаете, что-то изменилось? Ну да, вместо двух миллионов требований их стало миллион восемьсот. Это результат? Почувствовал бизнес коренной изменения? Нет. В этом отношении мы по-прежнему продолжаем с вами находиться под этим тяжелым-тяжелым катком. И поэтому, когда мы говорим об учебе, вот теоретически я уверена, что каждый, конечно же, хочет, чтобы его бизнес летел, как космическая ракета. Но в силу того, что ежедневные обязанности, обременение, вот это давление административное пока только нарастает, наши предприниматели учатся совсем не этому. Они учатся другому. И плюс, конечно, катастрофическая ситуация с кадрами. Это вам скажет любой предприниматель, потому что какой бизнес сейчас не ведешь, ты практически не можешь купить профессионала. Потому что малый бизнес не может платить дорого, а то, что мы получаем с рынка, это, знаете, как, вот я все время говорю, где здесь надпись ПТУ? Потому что человек приходит с вуза и говорит, я надеюсь, что вы меня научите, вы мне расскажете. Я говорю, как же так, ты в вузе платишь за свое образование, а здесь ты приходишь ко мне и хочешь, чтобы я тебя учила и платила тебе при этом еще зарплату. Вот это достаточно серьезные такие вещи, развилки, и они сейчас во многом, вот когда мы говорим о подготовке, не дай бог, вторая волна, вы знаете, сейчас удивительная тенденция, все ждут 20 сентября. Причем собственники бизнеса ждут с ужасом, что не дай бог все закроют, а сотрудники ждут с большим, в общем-то, удовольствием, потому что они сядут дома и им снова будут платить зарплату. И вот эта развилка, она очень серьезная, для бизнеса она может быть фатальной. Поэтому, когда мы говорим, предприниматель это профессия, предприниматель это действительно состояние души, потому что вот так вот тащить на себе, знаете, такой ослик, у которого за плечами 100 вагонов, и каждый год этих вагонов становится больше. И вот тот, кто продолжает это тащить, вот он, наверное, предприниматель. Вот, кстати, вы совершенно верно вспомнили о самозанятых. Это те предприниматели, которые у нас появились недавно, как Вита. У меня вот вопрос как раз и к Алексею Анатольевичу, и к Виталю, все-таки. Кто же это такие? Это все-таки предприниматели, на ваш взгляд, или это больше люди, которые все-таки пока занимаются, но еще не поняли, хотят они дальше бизнес развивать или нет? Ну, портрет самозанятого, он разный с точки зрения, наверное, то, что вы говорите, то есть он и где-то предприниматель, потому что мы знаем, что часть ИП вышла, ушла там, соответственно, предпринимателя. Кто-то, соответственно, не был де юра предпринимателем, все-таки, а самозанятого все равно считаю, что это та экономическая единица, которую можно называть предпринимателем. Потому что он зарабатывает, он делает какой-то продукт или делает какую-то услугу, и на этом заработке он живет. И то, что, собственно говоря, сейчас этот институт возник, он позволил выйти кому-то из Инстаграма или просто выйти из каких-то сервисов, платформ, где он оказывал какие-то услуги, и, соответственно, выйти в нормальную, прозрачную экономическую жизнь. Нам, наверное, еще многому нужно будет в этом институте научиться, потому что научиться прозрачно работать в этом рынке, научиться считать эти деньги, научиться качественно оказывать услуги. Там много вопросов, как у самого бизнеса, который работает в этой сфере, к этим самозанятым, потому что считают неравными условиями государства к одним и другим, но это не означает, что государство должно сразу, тем самым, ухудшить положение нового института, да, то есть, мне кажется, нужно там заближать позиции. Ну и, соответственно, то же самое у государства, наверное, могут возникать вопросы к самозанятым, потому что огромное количество, да, у нас сейчас 350 тысяч, 350 тысяч самозанятых и 700 тысяч предпринимателей, которых мы создавали 30 лет, а этих за полтора года стало 350 тысяч. Ну, то есть, ну, как бы, вот какие на категории цифр, да, то есть, поэтому я думаю, что это всего лишь там, ну, наверное, может быть там 50% от того, что может быть. То есть, мы еще многих-многих увидим. Сейчас президентам принято решение о том, что там 16 лет, да, вся молодежь, которая, Анатолий Васильевич говорил, что начиная со студенческой скамбии зарабатывать, они будут принимать институт самозанятых для себя как ту форму, которая для них удобно попробовать себя в бизнесе. И это тоже хорошо, это та ступенька, через которую действительно можно выйти на профессию предпринимателя. Слушай, он согласен. Виталий, а у вас какое в этом плане мнение складывается? Ну, мне кажется, здесь, несомненно, есть каннибализация, ну, то есть, самозанятые где-то каннибализируют ИП, это точно присутствует, да, это значит, что часть бизнеса, ну, как бы, в том числе начинает и с роли самозанятого, но мне кажется, это самая маленькая пока доля и очень небольшая часть, в основном, это все-таки история с выходом из тени, и она точно позитивная и интересная, в особенности для государства, вот, и, ну, и больше, как бы, добавляет, так сказать, уверенности тем, кто за эти услуги платит, почему бы и нет. Для ремесленников немного, как мне кажется, потому что основная история, на мой взгляд, это ремесленники, то есть люди, которые что-то своими руками начинают делать, какое-то новое производство, новое ремесло, новый продукт, и вот эта история с самозанятым, когда я сам начал табуретку колотить, условно получилось. Потом решил ее продать. Да, 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 потом решил ее продать, как это быстро сделать, вот, пожалуйста, там, 4% и все, и пошел, поехал. Поняла, спасибо. При этом никаких жалцев на пенсию, потому что они не имеют трудового стажа, они не имеют страховых взносов, то есть мы с вами понимаем, у нас проблема была, мы имели 3 человека в бизнесе занятых и столкнулись в пандемию с резким падением всего, а тут мы вообще одного, то есть мы выращиваем, вот он вообще, ни трудового стажа, ни пенсионного обеспечения, ни медицинского, ничего, то есть мы вообще сейчас, я не против этого института, честно вам хочу сказать, но мы с вами должны просчитывать риски, то есть мы примитивный уровень ведения бизнеса сейчас взращиваем всем государством. И я понимаю, когда это выход из тени, вот человек сдавал в аренду квартиру, теперь он начал государство платить, но при этом у него есть работа, он, в принципе, как бы ведет свою там деятельность и понимает. И совсем другое дело, когда наша молодежь, вот она с вами, возьмет и станет самозанятым по жизни. И это, вот мне кажется, для государства это будет совсем плохо, поэтому здесь надо очень точно разделить вообще тех, кого мы легализовали, тех, кто готовится стать предпринимателем, и тем, кто вдруг захочет самозанятым сделать делом своей жизни. Это риски. Спасибо, но как раз вот интересно узнать мнение главы фонда поддержки развития бизнеса в фабрике предпринимательства Айдара Булатов. Айдар, вот вы согласны и видели запрос вообще на то, что самозанятых будет больше, им надо обучаться, или действительно такая история для тех, кто хочет попробовать, получится, дальше выйдет ВП, ООО, не получится, значит, без лишних рисков самозанятость прикроют. Спасибо, Юля. Я вот с Виталием согласен, что в основном сейчас самозанятые – это те, кто выходит из тени. Мы проводили исследование. Такое характерное лицо самозанятого – это человека, который ведет свою деятельность уже на протяжении двух лет. То есть он был создан, его бизнес, его деятельность до того, как этот формат был внедрен. С точки зрения самозанятого сегодня как возможности запуска бизнеса, я считаю, что это одна из самых легких и совершенных форм в мире по тому, чтобы попробовать свой бизнес. Я говорю это как руководитель образовательной программы «Фабрика предпринимательства». Мы более шести лет на рынке, и мы увидели резкий рост именно запуска бизнеса в формате самозанятого. Потому что когда мы им предлагали зарегистрироваться в ИП, очень многие пытались выбрать путь все-таки сохранения в тени, потому что там были обязательные платежи. Потому что все-таки у предпринимателей остается страх, а вот мы сейчас откроемся, а потом придут налоги. Для многих же предпринимателей главный страх. Все, пандемия, кому-то дали отстрочку, кто-то попал в эту категорию бизнеса, которых поддерживает государство, а кто-то, к сожалению, не попал. Вот здесь очень круто произошло в пандемии, на самом деле, когда в этом году государство вернуло все уплаченные налоги за прошлый год. На самом деле это вот та точка доверия, о которой говорил Алексей Анатольевич, которая дает возможность самозанятым участвовать, вообще предпринимателям участвовать в взаимодействии с государством. И те, кто не зарегистрировался, те там кусали локти. А те, кто зарегистрировался, вот сейчас мы смотрим, в Татарстане мы проводили сами программу. У нас была программа акселерации, мы провели несколько сотен мероприятий. И вот первые мероприятия всегда были очень сложные. 40% участников не доверяли государству, они говорили, сейчас нас опишут, потом с нами что-то сделают. Что сделают, не знаем, там, бочку заберут, да, там, условно. Поэтому вот сейчас то, что делает государство в системные шаги, это очень важно. Юля, если вы позволите, так как мы находимся в стенах ГИМО, и я, как доктор экономической науки, хотел немного системно посмотреть на этот вопрос. И я вот согласен с Алексеем Анатольевичем, что сегодня предпринимательство воспринимается, а может мне кликер, да, или я буду говорить, что сегодня предпринимательство воспринимается как способ заработка. Это только одна из характеристик слова «профессия». Да, я посмотрел слово «профессия» сегодня и увидел, что вторая часть слова «профессия» – это профессиональный вид деятельности. К сожалению, сегодня понятия «профессия предпринимателя», по моему мнению, не существует. Но это коренной перелом в системе взаимодействия и развития предпринимательства, как только мы слово «предпринимательство» переведем в понятие «профессия». Объясню почему. Потому что профессия предпринимателя – это профессиональная деятельность, которая обладает общественным благом, да, уважаемое общество. Так же, как врач, милиционер и, соответственно, молодой человек на самом старте своей карьеры может спокойно выбирать эту профессию, понимая, что его труд будет общественно значим. Второй момент – то, что, с другой стороны, многие приходят в предпринимательство с наскоком. У нас в России очень низкий процент выживаемости проектов. 5,5% всего лишь выживают первый год. Это люди, которые приходят просто попробовать. Я считаю, что профессия предпринимателя требует профессионального подхода. То есть ты должен получить теоретические знания и навыки, прежде чем запустить свою деятельность. Следующий важный вопрос, что профессия предпринимателя, она коренным образом изменит государственное представление о формировании системы работы с предпринимателями. В первую очередь, это система образования, которая сегодня, вот Виталий правильно сказал, она не подходит под быстрое, практикоориентированное обучение. И если говорить по тому, как я вижу системное создание профессии предпринимателя, это решение нескольких блоков вопросов. Первое – это популяризация профессии. Второе – это создание образовательных стандартов и внедрение системы обучения на государственном уровне. Третье – это создание институциональных условий развития предпринимательства и поддержки предпринимателя. И четвертое – это развитие экосистемы предпринимательства. Если говорить о популяризации, то мы сталкиваемся с тем, что сегодня Стив Джобса, Цукинберга знают все, говорят, какие классные предприниматели. А наши предприниматели думают, что они только воруют, уклоняются от налогов, потому что это мы всегда видим в средствах массовой информации. Вы тут вспоминаете, видимо, недавнее заявление, что предприниматели – это жулики, да? Да, такое тоже было, даже на самом высшем уровне государственной власти. Вот даже посмотреть фильм, например, «Дудя», да, и там говорится, например, после него все говорят о Кремниевой долине, о том, как классные там предприниматели. Наши же выходцы там «Маскарад» с Беларуси. Но никто не говорит о наших предпринимателях с таким же политетом и уважением. Поэтому это очень важная задача, и то, что сегодня происходит, это первые шаги, и я думаю, что их нужно продолжать. Это работа со средствами массовой информации, это различные конкурсы, это такой, как в прошлом году Всероссийский прошел немалый бизнес. И вот профессия предпринимателя, она должна стать уважаемой. И в этом наша с вами возможность вложить в эту деятельность свои силы. И второй момент, с точки зрения популяризации, вот по нашим исследованиям, 50% людей не запускают бизнес, потому что считают, что нужен стартовый капитал. Кто считает, что нужен стартовый капитал для запуска бизнеса? Давайте, да, поднимите руки, кто считает. Кто считает, что нужен стартовый капитал? Раз, два. Отлично. И видите, это здесь тоже существует. В прошлом году тысячи бизнесов было запущено на программе «Фабрика предпринимательства Старт», и из них 95% было запущено с бюджетом в 30 тысяч рублей. Представляете, 30 тысяч рублей. И вот это тоже входит в популяризацию. Объяснить людям, что каждый может выбрать себе эту профессию и в ней реализоваться. Следующий момент. Не, 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 вот давайте так далеко не побежим, но вот ниже и другие точки зрения. Давайте. Ну давайте, вот назовите мне бизнес и вообще без стартового капитала. Хорошо. Одна из самых дорогих компаний в мире – Фейсбук. Ой, ну подождите. Вот она не сразу стала самой дорогой и так далее. И так все просто. И про Фейсбук вообще вам лучше, наверное, расскажут еще соответствующие. Все не так просто. И надо понимать, что есть среда, допустим, московская, которая все-таки имеет платежеспособное население, у которого есть деньги. Здесь, наверное, если перейти в цифровые технологии и так далее, здесь можно запускать определенные бизнесы без денег. Давайте придем в любой российский регион, где нет денег, где мало денег, где низкая платежеспособность. Какие вы там бизнесы будете запускать вообще без денег? У нас в малых городах очень многие занимаются и производством, и услугами для больших городов. Без денег. Без денег. Производством. Производством. Шампочки, носочки. Но мы с вами должны понимать. Я вас приглашаю к нам на программу, экспертом. Хорошо? Спасибо. И на финал нашей программы, на ближайшие, у нас каждые полгода будут выпуски. Выпуски. И мы с вами как раз посмотрим эти проекты. Знаете, я вам только единственное хочу сказать. Популяризация тоже имеет свои пределы. Смотрите, у нас была крайне невостребованная профессия чиновников в 90-е годы. Сейчас супер очереди. Что, была программа популяризации? Нет, не было программы популяризации. Почему все хотят чиновники? Потому что понимают, что это определенные гарантии, социальные, пенсии, деньги, зарплаты, отпуск 28 дней там или сколько-то. И поэтому туда все пошли. Мы можем с вами сколько угодно популяризировать и рассказывать, что предпринимательство это полет души. Но до тех пор, пока все будут знать, что это бесконечные проверки, трудности, обременения и налоги, мы с вами в блок разобьем. Я вот как раз об этом тоже, Елена, с вами помню. Давайте я в защиту всех коллег из правительства скажу. Ну, правда, я вот, например, когда вырос, то очень хочу стать предпринимателем, просто потому что я вижу, как Алексей Анатольевич по ночам к нему приходит постоянно. Предприниматель говорит, нам надо то сделать или нам надо то. И он каждому старается помочь, но при этом, правда, ребята, уж извините, я скажу, ребята, давайте все-таки понимаем, что предприниматель, это от слова предпринимательство, да, изначально. Тебе, в общем-то, никто ничего не должен, если ты хочешь, ты делаешь. Не хочешь, ты найдешь 100-500 причин и обвинишь еще, что никто тебе не помогает и не сделаешь. Ну, в первую очередь. Вот я к Ване хочу перейти, Марчукову. Можно я еще несколько, не остался? Нет, просто не хочется, чтобы он ответил на эту дискуссию. Вот у нас он предприниматель, да, Вань, вот вы себя комфортно ощущаете вообще в Москве? И в частности, вы видите, что сегодня есть господдержка, есть какой-то фидбэк от государства, и вам комфортно? Да, нет? Ну, я считаю, что сегодня комфортно. Сегодня вполне. По каким параметрам вам комфортно сегодня, чего там, допустим, не было еще несколько лет назад? Ну, у каждого дела есть какая-то своя специфика. Мы занимаемся образованием, узовским, школьным. И конкретно, если про школьников говорить, то мы 10 лет уже обучаем школьников предпринимательству. И тогда эта тема была вообще брошенная, ну, никто вообще не об этом не загадывает. Это была дичь, и люди приходили, мама, это зачем нам это предпринимательство? Он лучше пусть идет там музыку и прочее. А вот в этом году, благодаря тому же сотрудничеству с государством, мы сейчас планируем выйти на 50 тысяч школьников, которых мы планируем обучить только в Москве. Ключевая фраза, ключевая, благодаря сотрудничеству с государством. Это очень, вот это сейчас принципиально, если ты, ну, государство дает посыл, если оно дает деньги, если оно говорит, что вот это надо, то бизнес начинает как бы подниматься. Если нет государственного заказа, в силу многих объективных причин, даже если ты супер предприниматель, очень тяжело, потому что нет главного, нет денег у населения, у основных покупателей всего того, что делает малый бизнес. Не беру производственный, где есть крупные компании и другой уровень заказов. А вот всем остальным, к сожалению, приходится очень тяжело. Ну, я думаю, что, я с вами согласен, да, так у нас экономика отчасти устроена, она в каком смысле распределительная. Вот, наверное, так не во всех сферах, но в сфере образования, там, в принципе, вообще очень сложно построить бизнес. Там практически нет частного сектора. Вот единственная компания Skyeng, которая, вот, миллиард, не знаю, где у них выручка, а так все остальные маленькие. И государственная школа, она ведь, ну, вообще система государственного образования, она не очень-то дает развиваться частникам. Крупных там проектов нету. Ваня, а как вы считаете, вот, что нужно сделать, какой должен быть рывок, чтобы все-таки нынешнее поколение Y и Z хотело становиться в этой стране предпринимателями? И вообще вы видите такой запрос у школьников? Безусловно. Или все блогерами хотят быть? Нет, конечно, нет. Хотя просто блогерство, чем хорошо, тем, что это практически единственный понятный социальный лифт. Потому что там можно сесть, вот, что-то сделать, набрать себе аудиторию. А больше, вот, школьнику не очень понятно, как, например, по социальному лифту в чиновники идти, там своих детей хватает. Как бы... Ну, это... Ну, отвечая на ваш вопрос, я абсолютно убежден, что это вот... Что сама вот эта атмосфера предпринимательская, она спускается очень быстро вниз. Еще три года назад 10-11 классник, это было странно предпринимать, а сегодня 8-классник, это уже нормально. Мы, я практически на всех конкурсах езжу, просматриваю, проект 8-классника, ну, я имею в виду на стадии еще бизнес-идеи, пока может, там, или прототипа, он ничем не отличается от проекта 30-35-40-летнего человека. Ну, это смотря в какой сфере, я думаю, все-таки. Ну, только по уровню проработки. Я говорю сейчас именно по уровню бизнес-идеи, и вот такого даже упакованности самой презентации, например. То есть 8-классник уже способен начинать свой проект. Юля, мне кажется, здесь нужно вообще кардинально менять систему стандартов обучения. Это очень важно. То есть если мы говорим о профессии, да, вот мы заявили о профессии, то каждый житель страны должен иметь бесплатный доступ к базовому образованию предпринимательского. Мы сейчас, вот у нас есть пилоты в школах, есть в СУЗах пилоты, да, внедренные кафедрой предпринимательства в университетах. И вот я могу сказать, что пилоты в школах не могут перейти в практику, потому что у них очень много стандартов. Поэтому обязательно вот изменение представления о профессии, предпринимательстве как о профессии и внедрение стандартов обучения. Если даже ребенок в дальнейшем не будет предпринимателем, он должен понимать, что он работает в рыночной экономике и какую ценность он несет в предпринимательских структурах. Вот я считаю, что это сейчас мы к этому созрели, и сейчас это базовый момент, когда мы можем вырастить новое поколение, там, Y, Z, да, уже с теми людьми, которые ясно представляют себе эту профессию, могут ее выбрать, и государство даст им условия базовые для того, чтобы по ней пойти. Так, давайте сначала Алексей Анатольевич выскажет, согласен ли он с этим мнением, потом Елена Николаевна. Я не выражал лицом несогласия, Юлия, если ты вдруг, как бы мы... Я просто не хотелось бы на этой площадке там выглядеть, чтобы начну хвастаться каким-то нашим результатом. Но о чем мы сегодня говорим, мы уже этот путь прошли. То есть все, что касается популяризации, ну, я думаю, сейчас поедете по любой улице города, вы видите кучу, вот примерно там как вот тот шатер, Москва помогает, предпринимает, все остальное. Мы прошли этот путь, и я согласен, не только в этом задаче. И, наверное, я вот сегодня много услышал о чиновниках, детях-чиновниках, 28, 27, 8, значит, днях отдыха. Даже хочется, наверное, действительно теперь портрет чиновника, наверное, нарисовать заново. Но что я согласен с тем, что действительно нужно помаленьку погружать капельки знаний предпринимательства, начиная со школьного возраста. И мы это начали делать, действительно, не получится на этой стадии серьезного предпринимателя, серьезного бизнесмена. И не надо. У нас нет задачи сделать, условно говоря, из каждого школьника, из каждого студента предпринимателя. Пусть из них как раз появятся там те самые выдающиеся бизнесмены, но на следующих стадиях. Но у них будет уже та зона ответственности, понимание структуры, понимание возможности там сформировать нишу, сделать бизнес-план. А не так, собственно говоря, я проснулся утром и говорю, вот, завтра хочу стать предпринимателем. Там, не знаю как, но там, что такое, зарегистрировать ИП, там, сейчас несложно. Зайти в приложение сделать самозанятым, несложно. А что дальше, никто как бы не знает. Поэтому, собственно говоря, мы выстроили программы, то есть я не буду про цифры, то есть прошли стадию, там, наш проект, там, бизнес-уикенд. Сейчас понимаем прекрасно, что молодежь, особенно предпринимательская молодежь, она, вообще молодежь, сложно общаться с государством, а предпринимательская молодежь еще сложнее общаться. Мы сделали молодежный предпринимательский клуб, который практически стараемся, ну, то есть, условно говоря, в этот клуб не заходить. Просто вот мы его сделали. Ну, сделали, сделали, и там, оно рядом как-то там развивается. Да, но мы дали все возможности, чтобы сам этот клуб сам по себе развивался. Не настаиваем ни на правилах внутри клуба, ни на всех вот этих иерархиях, которые там присутствуют. Мы только даем возможности, которые, собственно говоря, то есть, есть необходимость не в форуме раз в год поучаствовать в предпринимательском, а каждый день, чтобы пришел предприниматель, который заработал миллиарды, там, Скайенг, Соловьев или еще кто-либо, пусть они придут к этим ребятам, им поделятся там этим опытом. Вот такого рода возможности даем возможность просто погрузиться в эту среду. А после этого, как раз, пусть будет ниша, будет спрос, будет зона ответственности, будет капитал все-таки, я надеюсь, потому что все-таки с голыми руками тяжело завоевывать мир. Значит, тогда мы будем помогать ему уже как бизнесмены. А как вы считаете, в школах нужно все-таки ввести предмет? Да, более того, мы это уже делаем. Значит, пока это будет... На официальном уровне, я имею в виду? Ну, мы не официально не работаем. Нет, именно чтобы урок появился. Нет, ну, пока это, собственно говоря, в большей степени кружковое движение, то есть как дополнительное занятие. То есть есть просто разные проекты, есть частные инициативы, есть, соответственно, как в школах, где это, собственно говоря, как уже дополнительный урок. И, ну, если, там, не знаю, на прошлой неделе буквально открывалась одна из таких школ, которая связана с предпринимательством. Мы собирались как раз представителями частных образовательных организаций, которые учат предпринимательство. И мэром, как бы... Вот, собственно говоря, сейчас преподавание предпринимательства в школах ставится как одна из задач. Поэтому пока это вот частные кружковые инициативы, значит, но системно, чтобы это была образовательная часть, образовательная программа, как математика, история, этого нет. Юля, а кто будет преподавать предпринимательство в школе? Вот у меня вопрос. Как минимум, точно, базовый вопрос. Вот знаете, я вам сейчас поделюсь нашим опытом. У нас проект есть «100 надежд бизнеса». Торгово-промышленной палате в 2017 году было 100 лет, и мы думаем, ба-бах, мы сейчас сделаем вот 100 надежд бизнеса, объявляем конкурс в вузах. На конкурсной основе отобрали 100 человек, которые пришли к нам на минуточку со своими бизнес-проектами. Вот знаете, мы за каждым закрепили наставника. Причем наставник – действующий предприниматель. Мы их усыновили вообще. Мы с ними за руку учили, пели, плясали, в бизнесе работали. Вот я вам могу сказать, что титаническими усилиями мы в общей сложности 12 человек вывели на свой бизнес. Но первая базовая точка. Из 100, правильно? Из 100. Это суперрезультат. Как мы его достигли? Эти наставники у нас просто за шкирку волоком их таскали, чтобы на самом деле… То есть они приходят, иллюзия, предприниматель, денег хотят, а то, что нужно вообще вот с утра до ночи во всем в этом, что и это я, и это, и бухгалтерия, и налоги, и за это я тоже отвечаю. Проекты все были, знаете, фитнес-клуб 500 миллионов долларов. Начинаешь с ним разговаривать, где ты возьмешь эти деньги, какой у тебя бизнес-опыт, что ты умеешь и так далее. И дальше все это опускаешь и говорим им, слушайте, ну вы продайте чашку кофе вот просто кому-нибудь для начала, а потом откроешь фитнес-клуб. Ты попробуй вообще, что это такое на рынке конкурентном вдруг научиться зарабатывать деньги. Поэтому я хочу сказать, что вот весь мир идет этим путем. Наставничество – это вот один из, как мне кажется, оптимальных вариантов, когда принижается на землю то, что на самом деле есть бизнес. Самое вот перспективное направление в нашей стране – мы сейчас поддержка семейного бизнеса. У нас выросло первое поколение вот этих людей, и у них уже есть дети. Я не беру сейчас там суперхолдинги, миллиарды передач, у нас малый бизнес уже практически весь семейный. Вот у них растут те, кто понимает, что такое бизнес, как деньги зарабатывать, как это дается потом и кровью и так далее. Вот это наша аудитория и наша задача для нас, например, как для торгово-промышленной палаты, семейные бизнесы, семейные компании максимально поддерживать, потому что вот это стопроцентная отдача. Все остальное, конечно, прорастет. Прорастет, потому что 50, оценочно, 2% выпускников вузов не могут найти работу. Побьются, побьются, деньги надо зарабатывать, попробуют, что-то начнут делать. Сколько прорастет, не знаем, но опыт получат, понимаете? Но когда вот мы включим вот такие, допустим, истории, и по поводу обучения. Вы знаете, я абсолютно уверена, я с 91-го года в бизнесе. Вот меня бесполезно учить заранее. Вот я прихожу, первое, чему надо учить, как, где найти рыночную нишу. Я пришла на нишу, я столкнулась с налоговой. Пока я с ней не столкнулась, учить меня бесполезно. То есть я должна вот эти знания получать по мере практического опыта. Все остальное, это просто затраченное время и страхи, что я с этим никогда не справлюсь. Поэтому здесь вот есть такие базовые точки, к которым мы идем. И на самом деле мне нравится, вот, Алексей, вы сейчас сказали, но не все чиновники, как вы, работают круглые сутки. Я могу назвать миллион, но не миллион, там тысячи, которые 28 дней отпуск, еще остальное. Я думаю, это уже тема для отдельной дискуссии как-нибудь в следующий раз. Конечно, не надо. Профессия чиновник, да. Кто это такой? Юля, я как раз вот хотел про наставничество добавить. На самом деле... У нас бухгальная регламент. Да, наставничество, это как раз один из пунктов, о которых я говорил, это создание экосистемы предпринимательства. Я полностью, Елена Николаевна, согласен, что наставничество – это инструмент по поддержке образовательных программ, и он позволяет существенно поднимать конверсию. Мы наставничеством занимаемся также 6 лет, у нас более 300 наставников по России, и могу сказать, что наставничество тоже требует системного подхода. Мы в последнее время видим рост интереса предпринимателей становиться наставниками. Его тоже нужно создавать, на самом деле, потому что наставничество эффективно не только в рамках работы предпринимателя с новым предпринимателем, который приходит на программу, но мы создаем им ценности как наставничество у себя в бизнесе. Многие предприниматели в своем бизнесе обладают ограниченными управленческими ресурсами. Очень важно обучать вообще наставничество, работая и с предпринимателем, и работая у себя в компании. А вот я с вами согласен, что у нас именно система наставничества, конверсия, конверсия участников возрастает примерно в 2,5 раза. То есть мы ведем программу без наставничества, ведем с наставничества, у нас конверсия примерно в 2,5 раза отличается. Вань, давайте прям заключительное слово Я просто хотел сказать, что мне кажется, что машина Действительности должна Вообще мы за такой машинный подход Ну и в обучении Потому что можно 5 человек обучить Найти самого крутого тренера Но это будет 5 человек Вот в нашем случае наставники функцию выполняют студенты Которые обучаются на факультетах бизнеса И после двухлетнего обучения После двухлетнего обучения Они делают 3-4 стартапа А потом идут к школьникам И это хорошо Ну в моем понимании это хорошо Да, это не супер крутые бизнесмены Это не супер ученые Но они дают то, что не дает школа Потому что если мы вспомним, например, того же Шумпетра Как он понимал предприниматель Это не боясь рисковать Это умение Стремление к новаторству Это вера в свои силы Это Ну достаточно А вот Мне кажется, это ключевая история У школьников Успешный немецкий опыт Вот я вам хочу сказать Для тех предпринимателей Кто уже в определенном возрасте Устал и вышел Из оперативной работы государства Платят им за то Что они принимают функцию наставничества Он дает обязательство Что он выходит из бизнеса И занимается только этим То есть стартапы, студенты супер Но человек, который прожил в бизнесе активную свою жизнь И отошел, допустим, отдал детям оперативное управление Вот это супер наставники Потому что они понимают очень многие вещи глубоко и готовы Поэтому если государство готово Мы вот можем вместе с Москвой Вообще сделать такой проект И показать всем, как классно быть наставником для молодежи Давайте, конечно Ну что, я очень рада, что наша сессия открыла Столыпин форум Потому что предпринимательство Это все-таки, на мой взгляд, главный индикатор экономики И сегодня тоже такой знаменательный день 3 сентября Календарь перевернули все Вот